Вон чо поленосит, носит, носит. Вон чо у нас стоит на пороге. Ага, оно непонятно, наверное, чо. Рэм, а ну перестань. Представляете, я так бежала, я в кизяк вступила. В такую смачную кучу. К деньгам, мабуть, да? К деньгам. Зайка, к деньгам. Ты шо так хорошо вляпаться, блин? К большим деньгам. Это хорошо, если будет к большим прямо деньгам. Чтоб это как купюры были такие, да, такие помассивнее, помассивнее. Шо, Жук? Желание, желание. Зелененьше было, да? Такое не по 20 гривен. Зелененье по 20 гривен. Доллары. Так, ребята, вон чо это. Как вы думаете, чо это? Это вон чо. Написано, верх ногами. Вот такая вот посудомойка. Моя мечта. Хотели взять немножко другую, а взяли такую. Взяли вот такую. Показываем пока. У нее, ребята, у нее просто бешеная скидка. Ну, 5 тысяч скидка у нее. 5 тысяч скидка, то есть, ну, чтобы вы понимали. Так, морды на фунте. А ну, морды, фу-фу. Фунте. Постираю у вас. Кайф. В общем, вот такая вот она, Покаместь. Покаместь такая. Покаместь покажем. Покаместь такой обзорчик. Да. Вместительная, товарищи, 60 сантиметров. Ну, мы расскажем о ней попозже, когда мы поймем сами, что это такое, правильно? Да, да. Да, обзор классно снимать, я вот так скажу. Неправильно люди снимают обзоры, когда вот берут и снимают сразу. То, как купили, да. Обзор, там, рассказали все про них. Это даже не обзор, это распаковка называется. Не, пишут обзор и тарататат. Да, да, да. Обзор, я так понимаю, это такое, знаете... Когда ты уже ее попробовал. Ты знаешь, как она отмывает, как она моет, сколько она моет, сколько по времени. Чтобы человек, который захочет такую же купить, чтобы о ней мог понять. Вот мы когда обзор ищем, да? Да. Мы ищем конкретно. И такие возмущаемся, когда обзор просто человек показывает. Ну, вот она такая. Вот внутри у нее, блин, ручка и все. И по... Да, 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 да. Поэтому я же говорю, мы... Почему машинку обзор не сняли? Почему? Потому что, оказывается, мы не все про нее знали. Мы только узнали, вот какие функции у нее. Только попробовали другие функции, какие... Если Стас не зашел, так бы и не знал. Да, кстати, Стасик помог нам. В телефоне, оказывается, куча скрытых функций. Она подключается к телефону. Опа. Метреша, кс-кс-кс. Ты чего? Девонька. Тебе никто ничего не дал пожрать, и ты убежала, да? Блин, она что-то поела. Кс-кс. Подожди. А ты что ноешь? Жук. Вонючка. Вонючек. С палочкой игрался? Нема у меня времени с палочкой сейчас играться. Нема времени с собакой играться. Нема. Скажи, мама, когда будет время гуляться. Давай будем гуляться. Не, Жемка, сейчас мы это сами... Ты просто ее накроешь, да и все? Да, ну, запахнула, значит. Да сейчас не планируется вроде, да? И матрешка гуляет тоже. Динь-динь-динь-динь. Бегает. На три месяца взяли мы ее, да? Не, можно сказать, сколько она стоит. Сколько она стоит? Десять. Десять. С чем-то. Короче, десять с чем-то, а стоило пятнадцать с чем-то. Так что так. Да, десять и шестьсот. Десять шестьсот. По-моему. И собака дорогие к ней взяли эти, как они называются? Таблетки, моблетки, там же надо с таблетки, соль и ополаскиватель. Блин, у нас получилось всего... Ты на тысячу гривен набрали? Да. Не, и тогда входила доставка, доставка двести... Сколько? Шестьсот гривен. Короче, получается, мы заплатили одиннадцать с чем-то. Одиннадцать с чем-то, и у нас получается ежемесячно почти четыре тысячи. Так что так. Ну, первый взнос заплатили, еще два взноса осталось. Вот такие вот пирожки. А что делать? Живем один раз, да? А ну, конечно. Поэтому нет у нас этого такого, что, блин, будем собираться, брать, а потом купим. А, и купили, да и купили. Просто, товарищи, пока будем собрать, мы что-то время живем, нервы тратим, силы тратим. Не, ну просто хочется попробовать. Все благо цивилизации, пока эта цивилизация еще есть, да? Неизвестно, что будет завтра, а вообще неизвестно, что будет через год. Вы посмотрите, что творится в этом мире, на этой планете. Собака, перестань ныть. Где палочку потеряв? Шукай, бегом, бери. Боже, заберу, заберу, заберу. Заберу, заберу, заберу. Заберу, заберу, заберу. Давай, бегом, бегом. Бегом, а папину машину не попорти, ты палочкой. Я, что с тобой? Расстроенная такая. Короче, поэтому вот так вот и решаем. Ну, мы всегда такие были, да? Нема-нема и Новый год, как говорится. Мы всегда так совершаем по пути. Вроде не-не-не, потом себе сами что-то придумали. Все, хочу. Ну, поехали. Ну, давай. Давай. Да? Жук. И ты жук, и он жук, и все жуки. Что, пока пускай тут стоит. Ну, так тебе ж надо помочь. Давай, я буду помогать тебе. Давай, путёжка, поможешь? Ну, давай. Ну, что, ребята, едем опять мы? Молодцы какие. Сейчас такое солнце, кстати, заслепляющее там за домами. Капец. Приходится фары включать. И многие, да, включают фары. Потому что, капец, прямо бывает, что... Ну, сейчас нету. А вот когда едешь там, будем там дальше ехать, прямо такое аж в глазах бьёт. Едем опять, надо что карточку, что-то по ней купить, да? 90%. Нам обычно, вообще, вот такие, я ещё так поржала, спрашиваю у неё. Я говорю, ой, это как в прошлом году, я говорю, типа тапки выиграть или ещё что-то, типа она говорит, ой, ну тапки это ещё и круто, типа, так сказала. И женщина при мне стирает вот этот купончик, а я вам сейчас покажу этот купончик. Стирают этот купончик, маска для, на лицо. Какая-то там маска, в общем, на лицо. Ну, неделю, может быть, 10, а может быть, вот так, что подороже, по 20, типа, левят, понял? А ещё там один кто-то что-то стирает, там тоже какая-то фигня, типа, подарунковые упаковки, эти-эти, как не упаковки. Ну да, типа упаковки, как эти, эй, поняла, сумочки вот эти подарочные, картоновые. Вот, типа, вот это вот. Вот. И я ещё так поржала, говорю, о, ну, как всегда, да, типа. И такая же тоже рука, а ещё с этим линолеом стою, блин, Коля пошёл машину подгонять, а я стою с этим линолеом, мне неудобно, я говорю, да уже вы достали, она, да ну, простите, я подняла мне эту штучку. Я там сейчас рылась, рылась, вытянула, даю, она стирает такая, о, 90% скидки, типа, на боксы. Я такая ещё, ага, интересно сейчас, вот, видите, какое солнце. Оно так заслепляет, да, когда мы ехали чуть по другой дороге, оно прям совсем заслепляло, ужасно. Вот видите, люди с фарами едут, потому что, да, когда это, вот оно прям так бывает, заслепляет совсем. Вот, Коля успел бутик схватить, да. Вкусный бутик. А я успела издой выпить, я пью на раз больше, чем он. Он утром только два раза пьёт, а я пью три раза в день. Так что такие пироги? Всё, сотрясся. Так что мне бутик не светит, пока нести. Да, уже приедем домой там. Да, приедем домой. Сейчас, сколько на кейс? Да, по тебе, если честно, ну, не было таких супер акций, ребята. Вообще ничего так не было. Что самое интересное, такие же акции, как и обычно. То есть у них понедельная типа акции, там одну неделю стоит, ну вот я почем, я уже знаю просто АТБ. Так, если в эту неделю корм кошачий сукой типа дешевле, по 14 гривен, то есть на следующей неделе или через неделю будет мокрый корм дешевле. Да, да. Вот. Потом, если на эту неделю консервы по полной цене, это что, у меня нога так пахнет? Да. Да. Урубать надо, слушай, рот открывать. Кизячок ступил. Не, мы его почистили, конечно, вон там его шахнет. Между протекторами. Это деньги пахнут. Деньги, да. Ну вот, если, я же говорю, если на этой неделе акций на рыбу нету, то на следующей 100% будет. Мы всегда так скупляемся, да? Конечно. Конечно. Что смотрим, смотрим, ага, нету акций. Знаешь, на следующий раз будет. Поэтому берем, что покупаем уже, ну, самое необходимое, то, что нам надо, конечно. Так что вот такие пироги. Да, и так даже лучше. А это все, что-то пятница, ну, для чего? У нас сделано для техники. Ну, вообще для техники. А потом уже начали и обычные. Просто раструбили, что будут акции там большие. Телевизоры, вон, гребут, блин. Стиралки. Не, ну, кстати, на них хорошие акции. Да. На вот этот товар действительно хорошие акции получились. Так, да. Так, телек, блин, ё-моё, там 15, а тут раз и за 10 есть. Да. То есть это хорошо. Да. 5 тысяч, скидка, это во-во-во-во. Ну, так же, как мы по судомойку взяли, да. Извините, 5 тысяч тоже на дороге не валяются. Вот. А если уже брать технику, то уже брать более-менее нормальную, да? Ну, да. Мы хотели взять подешевле немножко. Ну, немножко совсем. Что там на пару тысяч. Сначала мы, конечно, думали, какую-то там за 6 взять. Были там. Ужкую, 45. А потом начали смотреть в интернете, да? Да. Отзывы, как люди рассказывают о своих посудомойках. И поняли, что нужно брать ту, что за 8. А уже приехали в магазин, говорит, мы хотим такую-такую. А вот. Они говорят, да блин, возьмите лучше вот эту. Их несколько моделей осталось, говорит. Берите такую. Расписали нам раз это самое. Ну, а что там уже пару тысяч тех сверху. Я же говорю, что мы не из тех людей, которые деньги собираем в конверты, да? Под матрасы и все остальное. У нас никогда не держатся деньги. Мы вот, если у нас есть они, мы их пытаемся тратить на то, что нам нужно. Потому что, чем больше их собираешь, тем больше случается каких-то ситуаций, куда их надо потом потратить, да? Вот собираешь, 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 потом трак-бак или что-то кто-то заболел, или операция, или еще эко-схерня. Да нафиг оно надо. Мы уже убедились в этом, пару раз пытались, да? А так себя обезопасили. Здоровее будешь? Да. В любом случае, я вам знаете, как скажу. В любом случае, если вдруг что-то случится, деньги все равно найдутся. Как ни крути, как ни верти. Видите, можешь подождать? Я что-то снимаю. И что? Снимай эту, убирай эту соску. Поверни к себе когда. Короче, если что-то где-то и случится, или еще что-то, деньги всегда найдутся. А деньги существуют для того, чтобы их тратить. Чем больше тратишь, тем больше приходит. Мы живем по вот этой ерунде. Вернее, я так живу всю жизнь. Коля со мной начал вместе так жить. Я не люблю, блядь, вон я это самое. Залеживаться. Залеживаться. Они любят круговорот. Конечно. В общем, вот такие дела. Поэтому, я же говорю, под матрасом их не храним. Единственное, что на карточках, и то в минус авто. Ай, у меня цирк. Нашу. Нашу. Ну а что делать. Я же говорю, что очень мало людей, которые не живут в кредитах. Сейчас, по-моему, все так живут. И ничего страшного в этом нет. Так что так. Все, едем мы. Едем, едем, едем в далекие края. Фух, сейчас заедем в эпицентр. Возьмем какой-то этот бокс, посмотрим по скидке в 90%. Вот. Вот. И в чего? А, и в Walmart заедем, да? Потом, что мы заходим. Ну, может глянем что-нибудь интересненькое. Пить-то нам нельзя. Пить-то нам нельзя. Знаешь, нужно отметить чем-нибудь другим вкусненьким. Будем, значит, курить, ё-моё. Нет. Будем чем-то вкусненьким отмечать. Точнее, торт надо купить, товарищи. И отметить эту покупку. Да. Только надо в карамельке взять. Наполеон или медовик. Ну, можно где-нибудь посмотреть, что вообще есть. Да. Что-нибудь вкусненькое взять. Ты мне обещал в театр сводить. Ты мне сводил в театр? Или это были все слова? Нет. Я предложил в театр. Это были только слова. Они обещали. Вы поняли, он меня опять обманул. Развел просто. Тупо развел. Что твой театр? Вон дома сейчас в театр стоит. Вон куча покупок, блин. И птичка, полетели со мной. Там столько всего вкусного. Коля в очередной раз меня развел, короче. А! Что хотела рассказать по поводу этого. Как он называется? Господи. Вот этих светяшек, чем же мы вчера вам или позавчера, когда мы там показывали, что нас прислали вместо трех-две. Сегодня мы дали, как оно называется? Открыли спорт. Открыли спорт. В интернете так можно. А у нас же видео было. На сайте. Да. Ну, на экспресс, да. А у нас же видео было. Мы же снимали как раз эту распаковку в машине. Вот. И все кусочек сделали и отправили туда, в этот спор. И нам буквально через час, да, написали, типа, закройте, пожалуйста, спор. Мы вам, типа, или деньги вернем, или же этот самый. Или же светяшку эту пришлю. Ну, мы написали, шлите светяшку нам. Еще одну. Но он так и не ответил. Не ответил. Ну, мы подождем, пока он нам что-то ответит. А потом, если уже что, закроем спор. Потому что, знаете. Я думаю, закрывать спор надо, когда он нам вышлет. Да. Когда у нас будет код пришлется, что выслал. Что он выслал, да. Под суетиться вышлет, и потом закроем спор. Потому что, получается, если мы сейчас закроем спор, значит, получается, мы со всем согласны, и ему просто отдадут бабки. Да. Там же как на Алиэкспресс. Мы платим деньги, хоть и заранее платим деньги, но они хранятся, как бы, типа, на этом сайте Алиэкспресс. И только после того, как мы подтверждаем, что к нам пришла эта покупка, вот, чтобы мы ее забрали, этот Алиэкспресс, этот сайт, передает продавцу эти бабки. Дело в том, что на Алиэкспресс это как? Это просто как фирма получается, ну, как сайт, да? А через него куча китайчиков маленьких продают все, да? Это же как этот самый, как, блин, грубо говоря, как OLX, пока OLX нет вот этой штучки. Поняла? Я поняла. Просто дело в том, что, вот я тупень, раньше думала, что Алиэкспресс это один какой-то там магазин. Типа это один магазин, и, значит, просто этот магазин продают разные-разные товары. Оказывается, это просто как сайт, через который продают куча китайцев всего подряд. Это как на Prom.ua, кстати. На Prom.ua тоже там можно платить через Prom.ua. Ну вот. Я же верю, я раньше этого не знала, я в это все не вникала, ну, сайты и сайты, и я думала, что это просто зависит от одного какого-то там, допустим, магазина. Оказывается, нет. Так что так. Все, девчонки и мальчишки, так наболякали, накалякали вам много всего, тем более мы в машине, наверное, звук будет так себе. Да, боже, шумно. Вот, поэтому в магазинах, знаете почему? Ничего не снимаю в магазинах. А потому что народу море. Мы даже сегодня возле АТБ стояли в очереди. Да, первый раз. Прикиньте? Первый раз все время в очереди возле АТБ стояли. Вот. Много народа. Возле эпицентра там вообще задница. Они там раскопали, расковыряли, делают новую стоянку. Парка места нету, блин. Мы ездили, искали, да? Оставили машину, фиг знает, блин. Вот. О, видели какой-то он у нас построили этот? Видите? Огромный. Красивый. 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 Вот. И цены тут тоже, походу, недешево. Вот. Красиво. Вот. И что? Да, и о чем я говорила? О том, что снимать, тянуть с собой камеру. Ну, люди ходят, толкаются, с тачками ездят, кошмар. А сейчас тем более, вот сейчас мы едем уже после обеда, считай, да? Угу. Сейчас вообще сейчас будет пипец. Завал народа. Сейчас там, да, сейчас после работы люди. Многих на работах, поэтому так было, ну, мало людей. Что пройти можно было. Да. А сейчас, я думаю, пройти будет невозможно. Сейчас будет тяжелее. Почему я же говорю, мы удивились возле АТБ, да? И мужик тоже такой стоит, говорит, блин. А он говорит, так вроде сейчас еще как бы никто с работы не идет. Вот что-то очередь такая огромная. Вот как в 90-е какие там года, да? Угу. Повыстраивались и стоим, ждем. Так что там. Все, ребята. Меньше, меньше разговоров. А то я уже что-то заболякала, закалякала вас. Ребяты! Ночь на дворе. Ха-ха-ха-ха. Счастье такое. Все, блин. Мы ездили, ездили, целый день просрали, короче. Целый день проездили. Ну, это кошмар. Вот как, как с этим бороться? Мы купили кучу продуктов. Да, мы купили продукты. А что у тебя нету? Ключалочки. Кучу-чу. Которые просто через желудок прогоним и они будут у нас... Я предлагаю, слушай, они есть. Вообще? Ну, есть только дешевые продукты. Есть дешевые продукты. Мы уже пельмени дешевые купили. Что ты мне сказал? А вот тут где-то шукай, я не знаю. Пельмени дешевые, ну их нафиг, я сказал. А как значит того, что... Кстати, они не так уж дешево стоили, между прочим. Наши у тебя богатырские дешевле стоят вкусные, чем эти антошки. Да. Угу. Короче, капец. Девочки и мальчики. Там, я не знаю, будет и побачить, что там есть, что не будет и побачить. Но тут что-то есть. Красивенький, прекрасивенький. Да не видно, наверное, будет. Я даже не знаю. Ай, блин, ну вообще непонятно, что. Ну, короче, приедем домой, мы там все покажем. Что-то покажем. Все покажем и расскажем, и посмотрим. Обзор, ребята, честно, не хочу снимать. А я его буду заставлять, но неизвестно, захочет он снимать. Вот к Николаю, понимаете, вот лентяюшка, лентяюшка. Люди, наоборот, специально ходят, все покупают, чтобы снять обзор. На обзорах люди посмотрят, и рекламу заодно посмотрят, и денежку заработаешь. Хотя там сколько там? Не в этом-то дело. Просто у нас Коля не гонится за деньгами, как он сказал. Я за деньгами не гонилась. Да? Ой, Николай, Николай. Так, ну что, ребята, снимем, конечно, мы обзор. Это все шутки. Какие шутки? Никакие шутки. Какой обзор? Кому обзор? Все там, мы накупляли, чтобы обзор не переснять. Да, что мы там купили? Мы ничего такого не купили. Что мы купили? Что там колбасы, только вон ящик целый. Ящик колбасы. Кстати, за колбасу у нас спрашивали, говорят, что ее, блин, как вы ее едите? Мы ее маринуем. Мы ее маринуем в морозилке. Так, ладно-ка, все. Темное, наверное, видео получится, поэтому приедем уже домой и я вам все покажу. Ко мне видели, подлетает светлячок. Светлячок, ты светлячок, блин. Все, уже дома заснимем. Ой, а где тут кнопка? Я хоть ту сторону снимала, скажи? А, вот точно. Все, ребята, наконец-то мы записали влог, ешкин кот. Влог, блин, обзоры. Обзоры писали, писали и записали. Наши пальчики устали. Наши глазки устали, я скажу. Желудочки уже кричат жрать. Желудочки кричат жрать. Девушки и мальчики. О, обязал я. Вам кто в бок не смотрел, показываю, что мы свинством занимаемся. Ну, посмотрите, что тут творится. Мы вообще уже просто обалдели, я вам скажу. По поводу того, что перестали абсолютно дома готовить. Хозяйка Олька нифига не хочет готовить. Так что все. Можете мне ругать, ругать и еще раз ругать. Мы, как всегда, поехали в город. Задержались. Да, да. Мы же приезжали домой. Но, Коля, я хоть успел бутерброд хотеть, я ничего не успела. В общем, мы решили посвинничать и взять все готовое. Да, все готовое. Конечно, я про цены не догадывалась, как говорится. Не, но я догадывалась, извините, 3 котлеты 57 гривен. Как-то это слишком дорого. А что, это все везде здесь? А тут она забыла наклеить, да? Она сначала скотча намотала этого, да? А потом... Вон, смотри, сколько. А-а-а, нам с скотчем посчиталось. Не с скотчем, а с этой пленкой. Пленкой. Пойду назад отнесу ей пленку, скажу, что это за е-мое? Что это ты нам посплю? А то у нас и котлет накручу я, блин, на вечер. На вечер котлет накрутится она. Ну, короче, вы знакомы. Да ладно, не надо. То все в обзоре, кто хотел увидеть цены, я в обзор посмотрю. Да, да. Ну, в общем, смотрите, сколько мы всего накупили. Сейчас я это буду делать. Греть. Вот это, вот это греть. Вот это, греть. Что? Что? Это твоя холодная водичка в машине. А вот так вот. Ты тоже. А что ты ее пила? Напоил меня холодной водой, представляете? Правда, один моточек сделала, но все равно. Так, грею айран, грею котлеты. Не хрипну. Давай. И грею картоху. Картоху уж я буду греть, да, я же ее отсюда вытаскиваю, а в этой штуке не нагрею. Так, что вы? Ну, такое. Ну, нормально картошка, че? Такое-то такое. В этих штуках не защищаю. теперь товарищи это все нужно разложить мне надо потом помнить какая у меня на засолку какая у меня на запекание глувайте это что получается голубая вода что это за рыба голубая вода так все это скумбрия на запекание это две у меня на засолочку непонятно это у меня у тебя это у меня отдельно хеп короче а потом как я буду это все искать завтра не будем делать рыбу мы будем пока пробовать колбасы ну давай тогда аккуратненько потом не этот пакет таки принесешь сюда окей это мне надо будет я разберусь все десетом а подожди а печень же оставь пока не составь оставь сейчас быстро разрежем печени и тоже и не знаю что у нас мы оставляем и николай наверно да я его на фарш перепущу или как или пару кусочков завтра пожарить но это точно здесь творог холодильник это точно здесь и грудка мне тоже нужно боже мне все нужно куда печень только не нужно давай печень на две части разрежу быстро вот это только пакет потому что буду не хорошо вот так у нас и происходит девчонки и мальчишки вот такие вот я грела на бобле сначала нужно это самое потом греть а я грела и так чтоб сильно было довольно таки бравые кусочки печени ой хорошие два кусочка ты сама их выбирала замороженные а ну давай быстро 2 будут из кровяки много в чистенький пакетик опа все это это собака собачки до колбасу сегодня пробовать явно не будем товарищи у нас еще куча сладостей куча еды в общем ребята вот такие вот у нас делишки пирожочки делишки пирожочки кушать хочется страшно но разобрать то надо понимать очень туда да очень туда отнесе я буду знать что это говяжье так сыр я здесь поставлю что не падает кошмар я сюда поставлю а вот что едят с мяском под заморозить его это я планировала завтра сделать вкусняшку это тоже я планировала завтра сделать вкусняшку наверно я все положу в морозилку подморожу а уже потом буду разбираться правильно правильно потому что сейчас мы покушаем устанет будем сидеть стыкать телик а потом завтра начну разбираться а оно пропортится а мне не надо чтобы оно пропустится все еще один вот этот да и вот этот кусочек сюда отлично все отлично прилично мы молодцы не еще эту колбасу я хотела заморозить сейчас из нее готовить ничего не буду но на днях может быть потому что часто бывает такое что колледж на работе а мне хочется чего-то приготовить чем там какой-то салатик его удивить я не буду ждать пока коля съездит магазин купит эту же ветчину там или еще что-то заводы привезет это как раз морозилочки взяла разморозила и все николай приезжает с работы а у меня уже все готово самое вкусное так зелень мы тоже ставим в холодильник опа сюда и колбасу наверное пробовать и мы не будем где-то колбасу не будем пробовать нет наверное не будем потому что дофига надо пробовать да ты думаешь я тоже так думаю значит бери хлеб можно один с грибами есть есть а я бы обычный съем так это собачьи мы их куда морозить очень не будем морозить они не будем просто положим в холодильник да да в холодильник просто сейчас отдельно отдельно надо их положить завтра кстати утром можешь дать им ты сегодня весь бульон отдал не оставил вот я так уже думал так это куда нам его положить что-то мне просто холодильник уже работает если не хватает электроэнергии значит он уже работает правильно ты будешь с грибами да да вот так с полки на полку с полки на полку все перекладаем перекладаем да мы молодцы мы западали один срок или скотин один конечно айран я не нагрела слушай вот так у нас и происходят все дела да все раз раз вкусняшечка вкусняшечка все хватит нам по стаканчику на вторую бутылку в холодильник мы побывали у нас когда мы холодные да как мы все стремимся быстро сделать быстро я сам а вот эти там есть на эти или что а еще вы что купили так хотела похвастаться перед вами блин завтра может и покажу но она зависит красоту красоту нам же по скидке короче вот этот вот штука которая 90 процентов скидки да аккуратно 90 процентов скидки да мы взяли вот такой вот бокс он на колесиках завтра короче я еще раз покажу все похвасталась завтра уже более подробно вам покажу сегодня уже не буду поехали за стул будем говорить какой она на вкус стоит брать в марте или не стоит а а и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»